К столетию в ЛКСМ Ленинский мемориал представил документально-иллюстративную выставку «Будни великих строек». Экспозиция знакомит гостей с крупнейшими комсомольскими строительными проектами. Это очень важно, что мы встречаемся, что мы общаемся, что мы вспоминаем. Очень важно, конечно, оставить хорошие воспоминания об этом прошедшем в замечательном времени. Времени, действительно, времени, когда многое создавалось, многое менялось. С многочисленных фотографий выставки на нас смотрят молодые целеустремленные лица. В экспозиции представлены комсомольские документы, трудовые награды и даже сохранившийся строительный инвентарь. Почетным гостем открытия выставки стал внучатый племянник Мао Цзэдуна, основателя современного китайского государства Сао Юшань. Я тоже когда-то был китайским комсомольцем. Сегодня я видел, что здесь много лет, чем я, я желаю вам здоровья, чтобы вы себя здоровы, чтобы вы себя чувствуете. Сегодня я увидел здесь количество, большое количество еще комсомольцев, которые старше меня в возрасте. Поэтому я искренне желаю вам крепкого здоровья. И только что вы увидели историю наших комсомольцев. И во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, и также постройки нового государства, вы унесли свою силу, также потратили свою молодость. Поэтому мы выражаем вам высокую честь. В открытии выставки приняли участие ветераны комсомола, строители крупнейших объектов советской эпохи. Куда послали, там работали. Родину куда послала, туда и работали. Вот в 62-м, говорю, я поехала на БАМ, 11 лет там пробыла на БАМе. Мы строили три поселка. Первый был пионерный. Станция называлась Ижак. Второй временный. Прямо на болоте, на мерзлоте, на всей отсыпку делали. И потом только начали строить все дома. И третий был уже постоянный. Экспозиция, созданная на основе материалов из фондов Музея мемориала Ленина, Музея истории авиастроительного завода и Музея истории и трудовой славы цементного завода, работает на первом этаже Музея мемориала Владимира Ильича Ленина. Ирина Антонова, Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.